На протяжении всего своего пути, и даже, знаете, начну со смешного, мы в какой-то момент пытались настроить рекламу, у нас был проект, он назывался «Про жюри 150», мой любимый проект, и когда мы хотели на него настроить рекламу, молодые торгетологи не могли нам в этом помочь, потому что они не верили, ну типа, а как, как это возможно? Да, поэтому, ну, я стала в это копать и слушать вообще себя и пространство, как это вообще возможно, и поняла, что это, наверное, не только про количество ли, это, наверное, про качество жизни, это про то, чтобы в любой момент жизни, то есть вплоть до момента ухода, человек был бодр, энергичен, осознан и готов к творческой реализации из тебя, вот, наверное, об этом, такое, ну, достаточно уже тоже раскрученное, популярное слово «долголетие». А что это побудило начать именно эту тему, не какую-то другую, а именно «долголетие», именно качество жизни? Вот что у тебя внутри вот отозвалось в какой-то момент? Ну, в общем-то, это предмет моего исследования, мне стало в какой-то момент самой это интересно, я стала искать, изучать, исследовать, многое пробовать, так складывалось, что стала искать какие-то точки входа в это, и удалось не сразу, потому что, ну, вообще я занимаюсь организацией мероприятий, развлекательных мероприятий, и мне казалось, что, ну, это какая-то более серьезная тема, и как я могу ее транслировать, ну, почему, как это вообще возможно связать, вот. Потом как-то вот оно само так простроилось, что у меня появилось пространство, мы стали организовывать встречи на эту тему взаимодействовать, здесь, кстати, есть люди из нашей первой школы, «Игры жизни» она называлась, как-то вот оно стало строиться, строиться, строиться дальше, сейчас многие люди из этой школы уже стали сами мастерами, уже сами делают очень серьезные вещи, занимаются целительством, ну, и, в общем, мы двигались, двигались дальше, и как-то пришли к пониманию, что это возможно, и для меня здесь, я являюсь проводником, для меня здесь важно, как реагирует пространство, как реагируете вы, на мои вопросы, я задаю вопросы, я предлагаю, я спрашиваю, интересно участие, люди отвечают «да», а вы хотите прийти и выступить, и что-то рассказать о себе и ваших проектах, люди отвечают «да», и вот я понимаю только лишь поэтому, что есть взаимодействие, есть обратная связь, и я себя здесь вижу проводником, который может связать тех, кто может, и тех, кому это интересно. лично меня подкупила история, когда мы с тобой за кулисами общались, разговаривали о том, что, что же все-таки такое институт долголетия, и когда я услышал, что здесь на этой площадке, ну, площадку виртуальном и в реальном смысле объединяются совершенно разные подходы, потому что у нас есть эзотерические, экзотерические подходы, есть научные, есть псевдонаучные, ненаучные, но, по сути, в кавычках «научными» мы называем те самые подходы, которые приняты какими-то официальными людьми, но есть и другая наука, и тоже наука, и тоже методы, тоже можно называть научными. Так вот, здесь, на этой площадке объединяется все работающее, эзотерическое, научное, духовное и недуховное, все работающее, и что про долголетие, и про качество жизни. Вот это меня подкупило, потому что объединение, интегральный подход – это то, что, как я лично вижу, является будущим, планетарным будущим, когда объединяются совершенно разные, создают что-то новое. Мне это очень ценно, лично для меня вот так. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Я хочу от себя поблагодарить тебя за то, что ты вообще появился в нашем проекте. Друзья, это Артемий Зацепин, очень интересный и сильный мастер, он еще расскажет по своей практике. Кроме этого, это лицо и тренд век марта, да, то есть это человек, который знает про очень многих, очень знает многих людей, заинтересованных в этой тематике, очень со многими взаимодействует. Для меня очень ценно, что Артемий разглядел в нашем проекте что-то значимое действительно для людей. Если же говорить про тенденции, то тенденции в мире сейчас они действительно таковы, что важно объединять все методы и для каждого человека находить свои двери, потому что суть в том, что мы все, в принципе, идем в одни места, мы все идем в одно место и какой метод отзовет у каждого конкретного человека, это не важно. Важно, где мы все в итоге окажемся, да, то есть у кого-то это йога, у кого-то цигун, кто-то пьет, считает, что нужно пить воду, кто-то считает, что нет, но важно то, какая цель этим человеком в этот момент движет. Я три года занимался вегетарианским маркетом, вел самый крупный вегетарианский маркет. В России вегетарианство это прозвало, в отличие от других стран. Ну, так получилось как-то удивительным образом. И в вегетарианской тусовке, ну, это и веганы, и сыроеды, и моноеды, и практически не еды, и малоеды, и вообще не еды. И тоже огромное количество разных подходов, но только тема питания меня в какой-то момент замкнула, то есть мне перестало быть интересным. Это как-то, ну, хорошо, а что-то большее. Но у нас еще много разных ЗОЖ и целительных товаров тоже было. И здесь есть очень огромный плюс у некой камерности этого процесса, что когда ты приходишь в какой-то там гипермаркет, вроде бы товары ЗОЖ, а ты не знаешь, что там внутри. А здесь ты можешь подойти к стенду и, возможно, даже увидеть человека, который непосредственно прикасался тем товарам, которые ты пробуешь, и ты точно знаешь, что ты взял то, что тебе нужно, это тебе поможет. А если не поможет, ты пришел и всегда задал вопрос, почему это так произошло? Почему так или не так? Всегда получишь обратную связь, и это более честно и более открыто. И вот это тоже ценно. Спасибо огромное за этот комментарий. Это на самом деле то, на чем мы строим изначально, потому что на входе в тему, когда мы только начали это изучать, мы просили наших друзей и всех, кому это интересно, просто давать какие-то советы по поводу товаров, по поводу экспертов и мастеров, которые действительно произвели впечатление. Не то, что это просто один из многих видов воды или чего-то, а это то, что действительно каким-то образом дало какую-то некую трансформацию и понимание, что это работает. И в какой-то момент нам стали люди приходить, рекомендовать, то есть вот постоянно ко мне приходят люди, говорят, а посмотри вот это, а посмотри вот этого мастера, а как тебе это, а что ты об этом думаешь? И в конце концов, ну просто было уже неизбежно этим не делиться и захотелось, естественно, обо всем об этом доносить до вас и понимая, какая есть обратная связь, насколько это действительно полезно, как люди начинают потом между собой знакомиться, взаимодействовать, общаться, создавать некие коллаборации, применять все эти товары, то есть там огромная, например, история с разными штуками, связанными с водой. Это и вода, и всевозможные очищающие препараты, и какие-то усилители качества воды, да, я сейчас не буду называть вслух все эти истории, но когда люди понимают, что у них связующая тема вода, они начинают как-то коллаборироваться на тему воды, создавать какие-то процессы, да, тоже связано с разными методиками, то есть мастера друг у друга учатся, повышают свое качество и тем самым повышают качество экспертности, которую они далее несут уже для людей. Ну то есть в моем понимании это очень-очень, ну такая, если говорить языком прошлого, сильная отраслевая тема, где люди могут обменяться опытом, и это полезно, тут даже невозможно придумать всех многоходовых, для чего это людям нужно. У меня есть пара вопросов в зал. Друзья, скажите, а кто хочет долго прожить в общем? Есть такие здесь? Ну, а не все, как обычно при этом вопросе, не все поднимают руки. Это вот, опять-таки, для каждого индивидуально, у нас там в 112 лет люди восходят на Эльбрус, на Кавказе, но это вроде не особо долго, потому что есть там и 125, но опять-таки я слышу про 300 лет, я лишь не знаком с такими людьми. Хотя я знаю там где-то там на Кавказе, есть люди, которые йогой занимаются и совершенно не афишируют себя. Опять, это такие персоны, поэтому для кого-то долго, а когда ты встречаешь каких-то городских людей, назовем это так, ну то есть люди, которые выросли там, родились, выросли в мегаполисе, то молодой человек в 21 год может сказать ей такой старый, мне 21 год. Да, это такая программа, поэтому долго это индивидуально, это ваше долго, и вы на него и отвечаете. А кто хочет качественно прожить долго? Хорошо. Качественно, да? А насколько вы сейчас по десятибальной шкале оцениваете свое качество жизни? Мне интересно, я буду вот от возрастающей идти, только давайте так, прям по чесноку. Вот кто по десятибальной шкале оценивает качество своей жизни сейчас на десяточку? Опять, еще раз говорю, качество это ваша история. Если я вам скажу счастье, вы счастливый человек? Отлично. Класс. Вот то качество, что вы считаете качеством, вот вы его на 10 баллов сейчас оцениваете? Все, на этом был вопрос совершен. Спасибо, но я увидел две руки. А кто на 9 оценивает свое качество жизни? А вот Константин сказал, что он счастлив на 10. Счастлив на 10, прекрасно. Но я думаю, что у Константина есть какое-то счастье. В это счастье будет входить какой-то перечень, вот там образ, набор. А у меня это счастье может быть другим. Это возможно? Конечно. Ну я об этом. А на 9? Кто вот прям считает, что у него качество жизни класс? Одна рука прям с самого начала. На 9, да. А на 8? А на 7? А на 7? Ладно, на пятерку. Я прям 6 пропускаю. 4, 7, 7, 7. А на троечку кто-то сюда. То есть ниже пятерки нет, да я правильно понимаю? То есть вы сюда пришли с запросом, чтобы повысить это качество жизни. Так? Так, Пулычка? Класс, отлично. Вот он все-таки. Запрос соответствует тому, что было заявлено. Это хорошо, когда соединяется одна с другим. Про качество жизни мы сегодня поговорим. Мы позадаем вам вопрос, что такое качество. Может быть это понятие некое усредни. У нас получится, я думаю, это сделать сегодня. Но самое интересное всегда учиться у тех людей, у кого это качество жизни и эти уровни на десяточку. Я вот прям на самом деле не загадывал эту историю, чтобы Константин поднимал руку. Я не знал, насколько у него фактически его качество жизни на десяточку, на восьмерочку или на пятерочку. А выяснилось, что на десяточку.